В Украинском законодательстве термина определения коллекторских услуг нет. Я несколько продолжу эту тематику. Действительно, термин коллекторских услуг, коллектор, в нашей жизни стал просто нарицательным. И, подобно Штирлицу, уже является героем анекдотов и юмористических постановок. Любопытно, что, не любопытно, а правильно будет сказать, что, например, в США закон о коллекторской деятельности принят был еще в 1978 году. В странах Европы это законодательство также присутствует, появилось, правда, несколько позже. Так вот, тот же закон о коллекторских агентствах в США является, по своей сути, что-то вроде морального кодекса коллектора. То есть, он ограничивает коллектора в праве беспокоить своего, так сказать, визави в ночное время. Он обязывает в приведении собеседований соблюдать известные нормы вежливости и, ну, собственно говоря, и многое-многое другое. По своей сути, коллекторы в США, ну, в общем-то, частично и в Европе, являются совершенно не теми коллекторами, которыми они стали у нас. Коллекторы на Западе большей частью являются финансовыми консультантами для должника. То есть, поднимая, будирая тему долга, они не вымогают из него и не требуют в жесткой форме погашения задолженности, а скорее пытаются построить диалог в оказании помощи для расчетов с банком. Из этого, вроде как, может проистекать вывод о том, что такой закон нужен для Украины. Ну, если называть вещи своими именами, наверное, такой закон в ближайшее время, по крайней мере, имеет мало шансов на свое проявление, потому что, если такой закон будет принят, то коллекторы в том виде, в котором они работают, работать уже не смогут. А если они не смогут работать, то крупнейшие их заказчики, то есть владельцы серьезного капитала, не смогут возвращать деньги розданной им глуповатым жителям Украины. Редактор субтитров А.Семкин